8 февраля, четверг, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты в студии Елена Еремеева. Здравствуйте! Иностранные предприятия перестают сотрудничать с Крымом. Концерн нидерландско-британской нефтегазовой компании Shell перестает продавать свою продукцию на территорию аннексированного полуострова. Об этом на своей странице сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который проводит постоянный мониторинг ситуации в Крыму и призывает жестко реагировать на нарушения санкционного режима. Нардеп неоднократно отправлял запросы в прокуратуру Автономной Республики Крым с просьбой отреагировать на эти незаконные действия. За годы аннексии России и Украинского Крыма и введенных в связи с этим международных санкций мы не раз сталкивались со злостным несоблюдением крупными транснациональными компаниями ограничений на торговлю. Siemens, Peugeot, DHL – все они пытались теми или иными способами изловчиться ради мизерной выгоды от торговли на полуострове. Очевидно, что выгода от работы там не может покрывать всех экономических и репутационных рисков. Это выгодно лишь Кремлю, поскольку косвенно легиметизируют российскую аннексию. Народные депутаты решили штрафовать застройщиков на сумму до 85 тысяч гривен за отсутствие удобств для людей с инвалидностью. У зданий должен быть оборудован доступ для колясочников, иначе заказчики и хозяева строений будут нести административную ответственность. Так решили в Раде. В принятом законопроекте также говорится, что при нарушении планировок территории, которые не учитывают нужды маломобильного населения, застройщику грозит ограничение деятельности на один год. Рада разрешила досрочный выход на пенсию членам семьи Небесной Сотни. 248 народных депутатов поддержали соответствующий законопроект. Согласно документу, супруги погибших во время революции достоинства, не вступившие повторно в брак. Их дети с инвалидностью и родители могут уйти на пенсию после достижения 55 лет для мужчин и 50 для женщин. При этом мужчины должны иметь трудовой стаж минимум 25 лет, а женщины не менее 20. Некоторые урядовцы говорят, что это гроши. Я хочу ответить им, что, по-перше, это 63 люди, по-друге, это 1,8 млн тысяч на год. Новая евромэрия. Суд дважды за неделю снимал арест счетов фирмы «Девелопментелит», которая получила 185 млн за продажу админздания бывшего завода «Краян». Об этом в Киеве на пресс-конференции сообщил глава НАБУ. По его словам, сейчас вновь совершаются активные попытки разморозить счета. Для меня очень сложно осуществить, что за неделю изменилось, когда один судья накладывает арест на эти деньги, а через неделю, за клопотанием представителей сторони защиту, там еще подозреваемых нет по этой справе, но за клопотанием представителей этого приватного предприятия, снова снимается арест. По словам Артема Сытника, производство фактически расследовано и собраны определенные доказательства, а оценку этим доказательствам даст прокурор. Также глава НАБУ отметил, пока не будет реформирован суд, уничтожить коррупцию будет невозможно. Напомню, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело «Краяна» о сверхдорогой продаже городу админздания завода «Банкрота». Дело школьного аэродрома «Приморский суд» отложил рассмотрение дела. Иск против горсовета подали общественники. Они оспаривают распоряжение мэрии о передаче под жилую застройку 30 гектаров. Участок граничит с воинской частью, которую недавно пытались захватить неизвестные в Балаклавах. Истец уверен, это лишь часть территории, которую мэрия пытается продать под застройку. А законные землепользователи Минобороны, Погран- и Авиаслужбы, по словам активистов, об отчуждении ведомственной земли узнали постфактум, после того, как начались судебные разбирательства. Теперь суд обязал представителей этих структур участвовать в процессе в качестве третьей стороны. Так сталося, что мы поймали крадеев в процессе крадежки. Эта схема позволяет выводить майно громады в виде земельных делянок. Перелик земельных делянок надали, там близко 90 гектаров. И спитали, чи надавали они погоджение на их выделение, чи обратились до них взагалі кто-нибудь, что до выделения этих земельных делянок. На что мы отримали ответственность, что никто до них не обратился, они погоджение не давали. Добавлю, ответчики отказались давать комментарии. Автоматчики, поборы и нецензурная брань. В одесской школе разгорелся нешуточный конфликт. Все началось с публикации в интернете личной переписки. В сообщениях член родительского комитета перешла на оскорбление матери-третиклассницы из-за несданных вовремя 100 гривен. При этом задержка оплаты фонд-класса составила всего один месяц. В ситуации разбиралась Илья Замчинская. Открыто ходит с оружием человек по школе. Ребята, вы директора ищите? Он там. На форме бойцов нашивка. Патрульная полиция. Но это не копы, уверили в пресс-службе структуры. Автоматчики едва не заблудились в школе и скрылись в кабинете директора. Немногим позже приехали и настоящие патрульные. Сразу на два вызова. К нами было зафиксировано, как люди с автоматами забежали сюда в школу. Конфликт люди. Мы просим не заходить, мы просим выйти. И люди врываются. Вчера точно так же они врываются с камерами, когда проходит собрание учителей. Комментировать ситуацию на камеру директор школы отказалась. Но мэрия Лилия Пенезенко сообщила, что люди с оружием – сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на вызов после визита общественников. В пресс-службе патрульной полиции обещают разобраться, почему у бойцов частной структуры нашивки Министерства внутренних дел. Были представители охранной службы, с которыми школа заключила договор. Патрульные проверили документы у сотрудников фирмы. Какое у них было оружие? Это пневматическое оружие, которое разрешено им во время несения службы. Связаться с представителями охранной службы пока не удалось. В департаменте образования ситуацию так же не комментируют. Там ждут пояснения Пенезенко. Скандал в школе разгорелся после публикации личной переписки между одной из мам и родительским комитетом. Ты долбанутая такая-то, твой ребенок пользуется за чужой счет. То есть мой ребенок ходит в школу за чужой счет. И как бы ты тварь неблагодарная. Но я не могу сдать. Когда ты сдашь, вот, и вы же видели все сообщения, как она мне написала. Я к ней обратилась в личку. Я к личку говорю, Таня, какого хрена я тебе должна была обсуждать вообще? Зачем это мне надо, примывать тебе кости? Меня разозлило то, что на меня, ну, клевещет человек на меня. Ну почему? За что? За то, что я, как вы говорите, делаю все во благо класса. В родительском комитете уверяют, никаких принудительных поборов в школе нет. А Татьяна Армана сконфликтует не только с ними, но и с учителями. За ситуацией будут следить Алия Замчинская, Евгений Войтенко, Думская ТВ. Заставляли молиться и тяжело работать. 80 человек содержали в неволе в нескольких домах под видом реабилитационного центра. В полицию обратился один из пострадавших. Он рассказал, что находится в якобы лечебнице, где его избивают, заставляют работать и периодически лишают еды. В ходе расследования выяснилось, организовали это члены одной из религиозных групп. Рабовладельцы насильно удерживали мужчин с алкогольной или наркотической зависимостью, а также ранее судимых. За пределы поселения невольникам выходить нельзя было. На окнах стояли решетки, а здания были оборудованы системой охраны. Я попил воду, даже сам с бутылки попил воду. Мне сразу какое-то труднение, либо ночью писать какие-то по три часа инфоблоки, еще что-то у них тут есть, либо привязывают к рукам бутылки, ходишь с бутылками. За данным фактом, открыто криминальное проведение за статтею 146 частиною 2 Криминального кодекса Украины. Организатор и администратор данной установы затриманы. Новые скамейки, урны и фонари Парк Победы готовят к благоустройству. Соответствующий тендер разместили на сайте публичных закупок Прозора. Заказчиком выступило Управление дорожного хозяйства городского совета. В парке установят сотню новых скамеек, укомплектованных урнами и 300 новых фонарей. Кроме того, проектом предусмотрена прокладка 6 километров гибких труб для кабельной канализации. Стоимость работ 33 миллиона гривен, но сумма может вырасти уверенным некоторые депутаты городского совета. У нас проблема в том, что когда где-то начинается какой-то ремонт, сразу цифра увеличивается иногда в разы или на какое-то количество средств денежных, в связи с тем, что наши специалисты, которые занимаются темирными ремонтами, просто даже не знают до конца, в каком состоянии находится коммуникация. Повысить спортивный потенциал губернатор Максим Степанов планирует открыть спортивные площадки по всему региону. Глава Федерации футбола Одесской области планирует открыть комплексные стадионы с футбольными, баскетбольными и волейбольными полями в райцентрах и селах. Финансирование предполагают получить из государственного и местных бюджетов. Я четко понимаю, что 2017 год показал, что когда есть аккумулирование ресурсов на программу, то эффект от этого намного-намного выше. Моя цель максимально, там, где существует возможность, максимально дать такую возможность и поставить эти мини-футбольные поля. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА